Здравствуйте, я врач-эндокринолог, врач-диетолог Павлова Ольга Михайловна. Сегодня мы обсудим ком в горле и щитовидную железу. Одна из частых причин обращения пациентов к эндокринологу это ощущение кома в горле. Многие пациенты жалуются, что кто давит, лег, неприятно лежать, неприятно дышать. И большинство людей ощущения кома в горле связывают с патологией щитовидной железы, то есть с узлами, с кистами, либо же с увеличением размеров щитовидки. Однако, на самом деле не только щитовидная железа может давать ощущения кома в горле. Давайте разбирать наиболее частые причины ощущения кома в горле. Заболевания щитовидки, да, кажутся самой логичной причиной, потому что щитовидная железа действительно располагается в области шеи. Если у нас активно растут узлы, то есть узлы крупные, крупных размеров, либо же выраженно увеличен объем щитовидки, то действительно за счет увеличенного объема, либо за счет больших растущих узлов, мы можем чувствовать сдавление, у нас может быть нарушение глотания. Но это в том случае, когда очень большие узлы, либо огромная увеличенная щитовидка. То есть пошли, сделали УЗИ щитовидной железы, пришли на прием к эндокринологу. На самом деле, большинство случаев ощущения кома в горле связаны не со щитовидкой, а с иными причинами. Первое. Это изменения в работе вегетативной нервной системы. Вегетативная нервная система имеет несколько центров, несколько главных узлов. И один из центров вегетативной нервной системы, это как раз-таки нервные сплетения в области шеи. И у многих людей на фоне стресса, на фоне психических и физических перегрузок, меняется работа вегетативной нервной системы, и появляется ощущение кома в горле. Причем оно возникает не постоянно. Если при растущем узле в щитовидке, при очень большом узле, ощущение кома в горле, ощущение дискомфорта при глотании будет постоянно, ежедневно, оно мешает человеку на постоянной основе, то в случае изменения работы вегетативной нервной системы, это будет приходящее ощущение. То есть, то сдавило человеку тяжело дышать, глотать, глотать, у него паника, то он расслабился и все отпустило, никакого ощущения кома в горле нет. Проблемы с вегетативной нервной системой лечит доктор-невролог. Это все поддается лечению. Следующая причина ощущения кома в горле, дискомфорта при глотанде, это заболевания лорорганов. Ларингит, увеличенные миндалины, могут давать дискомфорт при глотанде, при дыханде и ощущения кома в горле. Кроме того, изменения в работе мышц шеи точно так же дают скованность, дают ощущения кома в горле. Дефициты микроэлементов, которые непосредственно влияют на наше состояние мышц, это магний, это калий и это кальций, также могут давать ощущения кома в горле. И самая частая причина ощущения кома в горле, это острый стресс. Будь то острый психоэмоциональный стресс, проблемы на работе, проблемы в семье, любая стрессовая ситуация, которая дает переактивацию нервной системы, может вызывать ощущения кома в горле. И точно так же выраженный физический стресс, будь то тяжелое заболевание, тяжелый ковид, тяжелый грипп, любое другое тяжелое заболевание, которое дает стрессовую реакцию в нашем организме, может дать ощущение кома в горле. Поэтому, если вы чувствуете, что у вас имеется ком в горле, то чтобы понять, в чем причина, и устранить эту причину, мы делаем УЗИ щитовидной железы, мы посещаем эндокринолога, невролога, лора и психиатра. И вот этот вот комплекс врачей действительно поможет выявить, в чем причина кома в горле, и ее благополучно устранить. Больше информации о здоровье, о гормональном фоне и о правильном питании вы узнаете в школах на сайте Ольга Павлова РФ. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите, о чем интересно услышать в следующих видео. Будьте здоровы! Продолжение следует...